Привет, ребята, я Шми. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы находимся в Менсори, в Германии, где мы поговорим об абсолютно сумасшедшей машине позади меня. Это Менсори Венатус, самая топовая комплектация Ламборгини Урус. Они доработали этот кроссовер, установив дополнительные детали. Мы посмотрим на доработки, которые они сделали, обойдем машину и посмотрим интерьер. Затем мы послушаем выхлоп. И поверьте мне, здесь стоит и правда необычная выхлопная система. После этого я проедусь на ней, и мы посмотрим, что же она из себя представляет. Давайте же начнем и заценим новый Менсори Венатус. Вы только посмотрите на эту машину. Менсори известны за дикие агрессивные обвесы, доработки, карбоновые элементы. И в этом нет сомнений, когда вы смотрите на Ламборгини, на их первый кроссовер. Они взяли его и доработали на полную катушку. Это и есть то, что они сделали. Вы только посмотрите на этот агрессивный обвес, спойлер, накладки на боковые юбки, карбоновый капот, дополнительные отверстия, форму переднего бампера. Тем не менее, это все тот же Урус Битурбо В8. У этой машины еще больше мощности. За это спасибо чип-тюнингу. В стандартной версии 650 сил и 850 ньютон-метров момента. Интерьер просто космический, мы его скоро посмотрим. Посмотрите на это. Выхлопная система. Дизайн выглядит похоже. Напишите в комментарии, считаете ли вы так же. Но я вас уверяю, что звучит она очень здорово. Скоро мы заведем ее и послушаем звук. Обходим машину. Только посмотрите на интерьер этой машины. Я уже ощутил его на себе. Полностью все переделано с ног до головы. Руль, коврики, линии, сидения. Каждая поверхность была изменена в этой машине. Этот синий цвет создает контраст с белым кузовом. Кстати, тут тоже есть синяя линия. Но вы посмотрите на сиденье. Перфорированная кожа. Здесь есть синий, белый цвет, белые линии по бокам. Прострочки очень напоминают дизайн кузова, машины. Те же цвета и на рулевом колесе. Приборной панели, ковриках. По бокам вы можете видеть мягкие проставки. Педали от менсори. Даже динамик был переделан в синий цвет. Но такая часть, как например эта, покрашена точно в цвет кожи. Они полностью совпадают. Даже замок ремня покрашен в точно такой же. Есть еще одно крутое изменение в интерьере. В обычной машине кнопка запуска здесь, прямо между этими переключателями. Но в этой машине она переехала прямо на крышу. Старт-стоп на крыше. То же самое они сделали на Вентадоре. Скоро мы ее уже нажмем. Но этот интерьер буквально полностью переделан. Эмблема менсори по центру рулевого колеса. Вышивка Венатус, а также Менсори. Если мы вернемся к экстерьеру, то здесь есть карбоновый шильдик Менсори Венатус. Я хочу встать прямо перед нею. Так мы увидим чуть больше того, что было переделано. И начнем мы с капота. Полностью карбоновый, сверкающий на солнце капот в традиционном стиле от Менсори. Они делают собственный карбон. Вы наверное заметили, что волокно отличается от того, что мы привыкли видеть. Посмотрите на центральную линию в стиле буквы В, которая сходится в самой передней части. Появилось больше отверстий, неровностей, всяких линий. Это все добавляет агрессии машине. И опять же, здесь по центру, в самом низу буквы В, эмблема Менсори. Она расположена прямо между этими отверстиями. Похоже, сделана в Aventador SVJ. В целом, дизайн очень напоминает Lamborghini, но он капитально доработан и улучшен. Например, в этом Урус повсюду детали в форме Y, разной шестиугольной формы. Эта деталь была заменена карбоновой. Для интереса, посмотрите на оригинальный Урус. Я думаю, разница очевидна. Эта машина намного экстремальнее. Давайте продолжим. Появились подобные детали. По кругу синяя линия. Машина стала гораздо шире. Посмотрите на расширенные арки, которые установлены на эту машину. Они стоят колеса 24 дюйма. Просто гигантские колеса. Также внизу появилось вот такое завихрение и накладки по обеим сторонам. Карбона явно больше, но остались и покрашенные детали. Они как бы делят все эти детали на пазлы вместе с этими линиями, что отлично сочетается с самим кузовом машины. Менсори сделала все так специально. Это не значит, что эта машина для каждого. Эта машина просто топ. Это все, что нужно знать о ней. Здесь на арках появились дополнительные отверстия. Позади тоже есть еще одно отверстие. Диски 24 дюйма, про которые я говорил. Очень тонкие спицы. Все это делается для максимального охлаждения тормозного диска. Кстати, это шины в Реддштейн. Продолжаем. Карбоновые зеркала. И опять же вы можете видеть форму Y, внешней части зеркала. Синяя линия вдоль всего кузова. Ниже карбоновая накладка. Посмотрите на юбку, это занижает машину в целом. Очень много эмблем Менсори. Подходим к задним аркам. И опять видно этот угловатый дизайн, который присутствует в различных деталях интерьера. Сверху расположился новый спойлер, который установлен прямо на стекло. А это основной спойлер. По факту, я думаю, здесь где-то четыре спойлера. Этот, этот, этот и вот этот. Четыре спойлера на четырехместный УРУС с полным приводом 4х4. Звучит красиво. Здесь затемненные задние фонари. По центру карбоновая деталь от Менсори. А теперь давайте посмотрим на диффузор. Все эти детали в стиле Y. Синие линии вы можете видеть как на задних фонарях, так и на диффузоре. Видно различные отверстия для правильной аэродинамики. Я на самом деле не знаю, как описать эту выхлопную систему. Тройной выхлоп. Видно три трубы, которые сходятся вместе. Он очень громкий. Я уже с первого взгляда вижу, что это будет нереально громко. Это просто нереально. Сумасшедший аппарат. Кстати, задняя часть переделана точно так же, как и передняя. Все переделано. Даже эти карманы сделаны в синем цвете. Это безумие. Посмотрите на потолок. Я люблю эту машину за такое абсурдное решение в плане дизайна. Я люблю ее за то, что они отошли от правил и сказали. Да, давайте же сделаем это. Посмотрите также на багажник. Просто посмотрите. Все перешито. Синий коврик. Даже полка обшита в синий материал. Прекрасно. Просто изумительно. Давайте закроем его. Пройдем к машине и заведем ее. Открываем дверь. Сейчас я сяду. При этом я буду очень аккуратен, потому что эта машина сделана для конкретного покупателя. Так что я должен быть предельно осторожен. Вот мы и сели. Конечно же, перед нами цифровые экраны в виде приборной панели. Двойной цифровой дисплей по центру. И самое необычное для меня это то, что придется нажимать кнопку прямо здесь. Так что давайте заведем Венатус и послушаем звук. Вот она я жила. С помощью этого селектора можно переключаться по режимам. Страда это как комфортный режим. Спорт режим. Здесь машина уже чуть громче. Или можно выбрать Корса. И здесь уже слышно, как клапана полностью откроются. И это всего 2000 оборотов на холодном двигателе. Скоро мы прокатимся. Но уже становится понятным, что тут все очень серьезно. Посмотрите на рулевое колесо. По центру белая полоска. Мне нравится эта полоса, проходящая по торпеде. С той стороны значок Менсори прямо на этой белой панели. Это просто... Я просто думаю, что этого более чем достаточно. Посмотрите на эту проставку между сидений. Я понимаю, что этого интерьера слишком много. Но он мне нравится. Здесь очень и очень здорово. Позвольте мне закрепить камеру и немного проехаться, чтобы ощутить эту машину. Я думаю, что некоторые из вас ребята знают, что Урус технически не первый кроссовер от Ламборгини. В прошлом они выпускали LM002. Но он был прямо суровый внедорожник, когда Урус это обычный с виду кроссовер. С более высокой посадкой. С задним рядом сидений и огромным багажником. В этой модели Ламборгини они отошли от традиционных спорткаров, вроде Хуракана с двигателем V10, а Вентадора с V12. Получается, в Урус есть полный привод, как и у других машин. Но спереди расположен двигатель Biturbo V8. Давайте включим передачу. Нажимаем на лепесток позади руля. В этой машине нет стоп-старт, то есть она не будет глохнуть, пока я готовлю свои камеры. Я включу режим Strada, потом мы перейдем в Corsa, чтобы послушать выхлоп. Начинаем движение. Давайте прокатимся. Здесь хорошие дороги в округе. Мы в пару часах езды на север от Мюнхена в Германии, поэтому здесь много деревень. Это отличные места, чтобы поездить на машине и спокойно ощутить ее. Первое, что я хочу отметить, это, конечно же, синий интерьер. Это значит, что в салоне все сделано в синим стиле, поэтому в лобовом стекле всегда отражается синий цвет. Поворотники в Урусе расположены стандартно, чего не скажешь о спорткарах, когда приходится искать его левым пальцем. Касаемо самого движения, то мы едем ненавязчиво, не слышно какого-либо звука. Конечно же, я еду на автомате, переключения очень мягкие. Что-то слышно на заднем плане. Пока мы едем по маленькому городу, скоро мы поедем по дорогам между деревнями, но сейчас можно просто попереключаться между режимами. Если мы перейдем в режим спорт, то сразу появилась новая приборная панель, сбросилась передача, уже стало слышно выхлоп и бурление позади меня. Системой анима как раз и называется переключение между различными режимами. Это часть общей системы управления и контроля машины. Режим Корса сбрасывает нам еще одну передачу. Сейчас мы на третьей. Можно нажать М, если мы хотим переключаться вручную. Ого, уже слышны трески. Сбрасываем передачи. Это вторая. Мы едем 30 км в час, понятно, что это несерьезно. Выхлоп где-то далеко позади меня, так что звук слышно отдаленно. Возможно, мы потом откроем окна. Мне очень нравится дисплей в режиме Корса. Видно только обороты и лампочки, которые подсказывают нам, когда переключаться. На приборной панели есть датчик силы G, график мощности и крутящего момента. Ввиду повышенной ценности этой машины, я могу поездить лишь немного. Машина совсем новая, так что я не смогу всегда давить газ в пол. Мне вообще стоит быть очень аккуратным. Как я сказал, сейчас мы уедем подальше и найдем нужную нам дорогу. Мне нравится. Мне очень нравится этот звук. Звук Урус V8. Так, поехали. Сейчас уже больше звука. Его слышно даже при небольшом ускорении. Почувствуйте этот звук. Приходится привыкать к нему. Когда отпускаешь педаль, то сразу слышны трески и бурления. Урус, я много думал про него. В первый раз я проехал на нем по треку. И, конечно же, он очень огромный. Это легкий кроссовер, но он все равно очень здоровый. Так, свободная дорога. Вторая передача. Этого я точно не ожидал. Я не думал, что будет столько звука. Едва коснувшись педали газа и слегка повысив обороты, сразу слышно звук. Да, это очень здорово. Можно сказать, что я демонстрирую вам свою первую поездку на этой машине. Мой первый опыт. Так что вы можете ощутить это вместе со мной. Конечно же, машина здоровая. В зеркале просто шикарный вид. Сама задняя часть, спойлер и их формы. В общем, все как-то уходит вниз, что смотрится очень классно. Вы, наверное, догадываетесь, что эту машину создали так, что она выделяется и отличается от других. Так, перед нами опять пустая дорога. Вторая передача. Звук при переключении просто сумасшедший. Как я сказал, машина новая, но вы просто послушайте звук. При этом она продолжает спокойно ехать по дороге. Но я еду не слишком быстро. Управление... Мэнсори, не подумайте ничего лишнего. Но управление на этой Ламборгини немного... Немного не такое. Я думаю, все дело в передней части. Понятное дело, что там стоит двигатель. Тяжелый двигатель. И все это значительно меняет ощущение динамику машины. Переключения могли бы быть чуть быстрее. Возможно, это так и есть, если поехать более агрессивно. Я имею в виду, что переключаться она будет уже быстрее. Звук просто замечательный. Сейчас я открою заднее окно. Не переднее, а именно заднее. Даже оба. Это так громко. Окей, сейчас мы проедем через этот небольшой городок. Я уже не буду быстро ехать. Переключаемся назад. Блин, приходится пройтись по всем режимам. И это немного напрягает. Саби, Тера, Нева. Все они предназначены для различных внешних условий. Но при этом приходится пройтись по всем из них, чтобы вернуться обратно в режим страта. Так что быстро переключиться не получится. Когда я вернулся в режим страта, то приборная панель изменилась. Исчез указатель оборотов. И я вижу только спидометр, что облегчает нам жизнь. Здесь также есть сенсорный дисплей. Подобное есть в Audi и Volkswagen Group. И у многих других моделей. Я не большой фанат такого, потому что вы не знаете, куда именно нажимаете. Когда у вас механическая кнопка, то вы можете смотреть на дорогу и спокойно нащупать ее рукой, даже если едете на машине совсем недолго. А здесь приходится опускать голову. Это значит, что в этот момент вы не следите за дорогой. Так что я не особо фанат таких функций. Но здесь есть ощущение нажатия сенсорной кнопки. Она дает вроде как обратную связь в виде вибрации, которая показывает вам, что система приняла ваше нажатие. Вот мы и подъезжаем, как к ранней деревне. Так что я включу режим спорт. Корса. Ручной режим. Курсовая устойчивость настраивается самим режимом Корса. Сбрасываем передачу. Скоро я ускорюсь. Каждый раз, как я отпускаю педаль газа, то я слышу эти трески. Вторая передача. Поехали! И аккуратите немного. Хорошо. Окей, давайте поговорим об этом звуке. Очевидно, что два турбокомпрессора, сжимая воздух, заглушают звук двигателя, который звучит совсем не так, как атмосферный двигатель. Например, как у Хуракана или Авинтадора. У этих двух моделей лучший двигатель и сам звук. Очень кайфовые машины, особенно в тот момент, когда они издают этот звук. Мне кажется, я не полностью закрыл окна. Если уж мы заговорили про двигатель, то эта машина во многом старается догнать упомянутые модели. И с этими доработками от Мансори она стала просто невероятной. Если я перейду в режим Страда, то мы можем просто спокойно катиться, да и вообще расслабиться. Несмотря на диски 24 дюймов, машина ощущается мягкой и комфортной. Сейчас я еду по ровному асфальту, который, конечно же, больше всего на это влияет. Но даже если мы проедем по небольшим кочкам или разбитому асфальту, то не будет ощущаться какой-либо дискомфорт. Сейчас мы в ручном режиме, на восьмой передаче. Если вы сбросите передачу или сделаете кикдаун даже в ручном режиме, то машина отреагирует. Смотрите, восьмая передача. На ней совсем ничего не понятно. Четвертая передача. Это тот рубеж, где начинает чувствоваться момент. У стандартной машины 650 сил и 850 мм момента. До сотни она едет очень быстро. То есть она и так очень быстро, особенно если помнить, что это кроссовер. Так что они отменно повеселились. Мне стоит быть аккуратным. Сейчас я развернусь и направлюсь назад в Менсори. Не думаю, что я могу устоять перед этим. Это так весело. Очень весело. Если честно, я знаю законы. И все идет к тому, что сделать машины как можно тише. Но если вы где-то за пределами деревни просто наслаждаетесь поездкой, вокруг никого нет, то эта вещь отличная. Машину же можно сделать и тише, что облегчит вам жизнь. Вы не будете раздражать других людей. Но все это делает Урус именно суперкаром. Это именно Ламборгини, а не кроссовер от Volkswagen Group. Я могу относиться к стандартной версии немного с критикой, но именно эта машина более живая, чувствуется энергия, когда вы слышите звук. И это именно то, чего не будет в будущем из-за электрокаров. Но мы-то можем этим насладиться. Этим стоит пользоваться и наслаждаться. И знаете, мне нравится этот интерьер. Он просто радикальный. Я считаю, что этот дизайн нацелен на Среднюю Азию. Туда она уж точно впишется. Ее примут жители, чего не скажешь об Англии или Германии или другой европейской стране. Сбрасываем передачу. Возможно, звук немного искусственный. Точнее, компьютер запрограммирован так, что выхлоп слышно всегда в одной и той же манере. Это делает меня большим ребенком. Это же так весело, правда? Здорово просто так кататься, проводить время и наслаждаться машиной. И при этом понимать, насколько она дикая. Даже сейчас, на извилистых поворотах, машина доставляет удовольствие. Я хочу, чтобы она переключалась быстрее. В плане динамики все хорошо. Даже нет крена кузова. Я знаю, что нам нужно сделать. Здесь как раз есть съезд, где мы и послушаем, как она звучит снаружи. Я припаркуюсь прямо здесь. И эта стоянка напоминает мне один случай в прошлом, когда я прямо здесь слушал звук у Авентадор Карбонада. Из выхлопных труб еще вылетали огненные шары. Так что давайте припаркуемся, откроем окна, чтобы мне хорошо было слышно звук. Погазуем. Очень весело. И все, кто проезжает, наверное, такие, что же это за машина? Что? Почему? Как? Зачем? Это просто очень весело. То же место и столько удовольствия. Менсори и правда здорово дорабатывает подобные машины. Это безудержное веселье. Но я думаю, мне уже пора ехать назад, к Менсори. Как насчет просто насладиться звуком? Я возвращаюсь в Менсори и хочу сказать вам, что владелец этой машины просто счастливчик. Эта машина невероятная. Здесь также есть подруливание задними колесами, что делает маневры проще. Нужно найти место для парковки. Там я покажу вам пару функций в этой машине. Я определенно доволен сегодняшней погодой. Это значит, что синяя приборная панель просто ослепительно сверкает. Так, сейчас я покажу вам пару вещей. Я разбирал интерьер Урус в подробности, когда впервые на нем поездил. Так или иначе, на нижнем дисплее у вас управление климат-контролем, кондиционером, подогрев, вентиляция сидений. Кстати, я всегда включаю эту функцию. На верхнем сенсорном экране можно переключаться по различным вкладкам, смотря что вы хотите настроить. Система анима, настройка подвески. В общем, здесь можно все посмотреть. Если вы переключаетесь по этим режимам, например, перейдем в режим Sabia, режим бездорожья, теперь видно, как изменился дисплей, а также система стабилизации, подвески, отзывчивость педали газа. В целом, все функции можно настраивать по-разному. Если мы перейдем в режим Corsa, то здесь совсем другой дисплей. Я извиняюсь, если солнце светит слишком ярко. И то, что мне нравится, если мы перейдем в режим Strada, смотрите, сколько раз мне приходится щелкать. Это правда раздражает. Так, мы в режиме Strada. Спокойный и тихий режим. Позвольте мне заглушить машину. И что интересно, если сейчас ее завести, то запуск будет громким. Послушайте. То есть запуск громкий, а потом клапаны закрываются, и все. Мне не очень нравится в моей Феррари GTC 4 Lusso то, что неважно, в каком вы режиме, запуск всегда будет с закрытыми клапанами. А здесь есть небольшой рев при запуске. Это напоминает нам, что мы в Ламборгини, ну или в данном случае в Mansori Venetus. В приборной панели есть еще пару вещей. Можно вывести навигацию, переключить вид. Можно вообще все убрать и оставить только указатель оборотов. В общем, можно настраивать, изменять все так, как вы хотите. Подрулевые лепестки. Опять знакомая форма. Шестиугольная форма. Она абсолютно везде, даже на рулевом колесе. Кстати, мне нравится, как выполнена верхняя и нижняя часть руля. Так и вокруг экрана. Почти все поверхности повторяют друг друга. Дверные ручки. Есть еще пару настройок. Режим IGA с вашими личными настройками. Настройки полного привода, управление подвески, подстаканники. Здесь есть камера. Если включить ее, то будет видно круговой обзор. Так что можно посмотреть, что происходит вокруг. Это удобно. Подлокотник. Бардачок. Как он открывается? А, он просто поднимается. Беспроводная зарядка. Мне нравится дизайн. Эти вышивки сделаны очень круто. Так или иначе, я показал вам то, чего не показал сразу. Здесь у нас панорамная крыша, что всегда очень радует. Особенно, если такая погода. Давайте выйдем. Кстати, здесь электронные дверные ручки. Лишь немного нажимаем кнопку, и дверь сразу открывается. Это отличается от традиционных механических замков. Давайте сядем в заднюю часть машины. Сейчас мы посмотрим, как же машина ощущается в задней части. Посмотрите на цвет. Он мне кажется хромовым и блестящим на таком солнце. Садимся внутрь. Все схоже с передней частью. Переделана буквально каждая деталь. Розетки 12 вольт. Опять же, подлокотник. Большой бардачок с USB-портами. Даже в эту проставку они добавили свой дизайн. Да, это очень классно. Кстати, здесь достаточно места под голову. Смотрите, не слишком низко. Этого достаточно. Я был бы рад поехать на ней в долгое путешествие, сидя при этом здесь. Даже у этого динамика есть Y-форма. И это абсолютно везде. Вылезаем из машины. Конечно же, недалеко есть и стандартный Урус. Вы можете видеть, насколько они отличаются. Их реально можно сравнивать. Это машина, над которой еще поработают. Но вы можете видеть стоковый вид передней части и капота. Если я пройду назад, мне кажется, эта машина слегка занижена. Посмотрите на серебристую накладку на задний бампер от Урус. Она мне не очень нравится. Дизайн выхлопа тоже очень отличается. Нет всех этих спойлеров, затемненных фонарей. А здесь полностью готовый продукт от Менсори. Венатус. Эта машина впервые была представлена в Женевском автосалоне. Но она сумасшедшая. Она звучит. Выглядит очень дико. По-другому объяснить не могу. Просто нереально. Да, мне очень понравилась эта поездка. Я надеюсь, вам тоже понравилась эта машина. Поздравляю покупателя с этой машиной. Это все на сегодня. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Большое спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!